Майя Гельфанд И горы смотрят сверху Глава первая Вам надоели безобразные складки на лице? Вы устали от этих ужасных морщин? Вы хотите выглядеть на 20 лет моложе? Да Тогда у меня есть для вас революционное решение Только наш антивозрастин решит вашу проблему Я не верю Продемонстрируем это на нашей пациентке Клара, 68 лет, не замужем Несколько десятилетий страдает от морщин Думаете, ей нельзя помочь? Совершенно невозможно Вы ошибаетесь С помощью антивозрастина наша Клара изменится на глазах Антивозрастин сделан на основе крысиного яда И отлично справляется с возрастными изменениями кожи Нанесем совсем немного антивозрастина на лицо Клары И будем ждать результатов Всего лишь через 56 минут вы увидите результат Это невероятно Клара молодеет на глазах Где гусиные лапки? Где сморщенное печеное яблоко? Все исчезло Клара теперь выйдет замуж Да-да, наш антивозрастин творит чудеса Но это еще не все Закажите антивозрастин уже сейчас И вы получите еще два средства в подарок Антиобжирин и супермозгиотшибин И все абсолютно экологически чисто Спешите оформить покупку Иначе будет поздно Да В моем положении только мозгиотшибин может помочь С тоской подумала я, выключая телевизор Мне срочно нужна работа Не то чтобы эта мысль стала обескураживающей новостью Поиском работы я занимаюсь уже давно Месяца два точно Но в то утро проснулась ясно понимая Если сегодня ничего не найду То завтра помру голодной смертью В мои 26 пора бы уже знать Что работа нужна не для удовольствия Или развития творческого потенциала А для того, чтобы просто жить Правда до сих пор как-то удавалось находить подработки Скромно удовлетворяющие мои творческие амбиции И явно завышенное самомнение Я была наборщицей титров Кассиршей Продавщицей готовых салатов Но каждый раз моя трудовая деятельность заканчивалась сокрушительным и разгромным провалом То я путала салаты И вместо оливье с мясом запихивала в банку какую-то гадостную массу из майонеза и селёдки То принимала чеки, которые потом оказывались фальшивыми А однажды стала объектом сексуальных вожделений рыхлого потного хозяина киоска В котором подрабатывала по ночам, продавая сигареты, выпивку и лёгкие наркотики Короче, увольняли меня постоянно И раз за разом я обнаруживала себя сидящей в длинной и унылой очереди В бюро по трудоустройству Сегодня, проснувшись с мыслью о том, что мне срочно нужна работа Я опять отправилась в знакомое бюро На дешёвых неудобных стульях с сиденьями из искусственной кожи и железными спинками Сидели такие же бедолаги, как и я Одеты они были бедно, вели себя нагло, а лица их не выражали ничего, кроме тупой обречённости Когда я вошла в кабинет, меня встретила угрюмая крашеная блондинка невероятных объёмов Даже взгляда мне одарила Она щёлкала длинными розовыми ногтями по клавиатуре, не поднимая глаз Я долго стояла, съёжившись на пороге её крошечной комнатки Но, наконец, вошла без приглашения и уселась на стул На самый краешек, естественно Блондинка подняла на меня суровый взгляд, в котором читались равнодушие и усталость «Мне нужна работа», — сказала я «Заполняйте анкету», — Виола ответила она Я села, и в очередной раз уныло принялась писать «Хвастаться особенно нечем, образования кроме школьного у меня не было, особых талантов тоже Ни яркой внешности, ни физической выносливости, ни сильного характера, ни на худую конец мощных покровителей В общем, ничего такого, благодаря чему я могла бы рассчитывать на достойную работу и приличную зарплату Есть работа на телефоне Чего? Ну, работать телефонной девочкой Это звонить людям и предлагать всякую фигню? Ну, типа того Это все, что вы можете мне предложить? Пока да Давайте, вздохнула я Выглядело это примерно так Здравствуйте Бодро набрасывалась я на жертву Вы делаете страховые отчисления? Ну, делаю Тогда у меня для вас прекрасная новость Не вешайте трубочку Если мне везло и трубочку не вешали сразу Я продолжала У меня для вас прекрасная новость Согласно новой поправке к закону о страховании Вам полагается страховка по потере трудоспособности Отличная новость Тут главное было успеть произнести свой текст максимально быстро Пока клиент готов слушать Ага В случае полной потери трудоспособности То есть стопроцентной инвалидности Вам полагается ежемесячная выплата в размере 4000 шекелей И время ожидания первой выплаты Всего 14 дней, а не 3 месяца, как раньше Звучит оптимистично Ага Но и это еще не все В случае производственной травмы Вам полагается сделать анализы в течение 72 часов, а не 3 суток, как раньше Это, видимо, пункт для идиотов Теперь, когда разговор завязался, важно было держать клиента на крючке как можно дольше Ага Но и это еще не все У вас кто-нибудь раком болеет? Вроде нет А вы? Тоже вроде Ну ничего Я подпустила в голос капельку сочувствия Если вы заболеете раком, то вам полагается И это только в нашей страховой компании Учтите Вам полагается бесплатный волонтер, который будет сопровождать вас на всех процедурах И даже заполнять за вас документы Очень заманчивое предложение Ага Но и это еще далеко не все В случае смерти все расходы по транспортировке трупа мы берем на себя Супер И сколько стоит это удовольствие? Ага Вот момент моего триумфа Главное, чтобы не соскочил Всего 79 шекелей в месяц Только сейчас и только два дня По самой привлекательной цене Ору я совершенно ошалевшим от счастья голосом Мало кто дослушивал мой текст до этого момента Ну что? Ничего Берем? Ни в коем случае Почему? Тут я понимаю, что меня ожидает очередной облом Меня один пункт смущает Какой же? Вот про транспортировку трупа И что же вас смущает? Вы чей труп будете транспортировать? Такого поворота сюжета я не ожидала Ваш, наверное Неуверенно говорю я Вот это мне и не нравится А что вас не устраивает? Да за такие деньги я еще поживу Через четыре дня я опять сидела напротив блондинки с длинными ногтями Она, как и в прошлый раз, встретила меня невидящим взглядом Заполняйте анкету Уже заполняла три раза И что? И ничего Не могу я на телефоне работать Почему? Стыдно Блондинка хмыкнула И впервые взглянула на меня с интересом В ее глазах я прочитала что-то напоминающее удивление Пока ничего нет Сказала она после долгого раздумья Может, ты еще что-нибудь умеешь? Я погрузилась в размышления Вспомнила Вдруг меня осенило Я в армии фельдшером служила Может, это как-то поможет Вряд ли Охладила мой пыл блондинка Но надежда есть Я вышла из бюро в самом угрюмом настроении Денег не было, работы тоже, да и перспектив не просматривалось Я села на лавочку в парке И развернула бутерброд с колбасой, который взяла из дома Есть не хотелось Хотелось плакать Скверик, где я оплакивала свою незадачливую жизнь Зажатый огромными многоэтажными офисными зданиями Находился в центре города День выдался не жаркий, что редко бывает Дул не сильный, но ощутимый ветерок Листья на деревьях колыхались ему в такт Голуби деловито хлопали крыльями, курлыкали Догоняли и клевали друг друга Желторотые скворцы, скрытые между акацией и баухиней Щепетали на разные голоса Заливались трелями и свистом Изредка высовывали свои черные головки И исполняли бесплатные сольные концерты для всех желающих Баухинья Цветущее дерево семейства цизальпиниевых Солнце светило деликатно, как будто чуть застенчиво Выглядывая из-за широких ветвей сикамуры Просачивалась сквозь яркие желтые мимозы Играла на огненных цветах красной акации Прилетела калибри с синей головкой Она воткнула длинный клюв цветок бугенвилии И зависла на несколько долгих секунд Я смотрела на ее крохотное тельце Блестящую головку, трепещущие крылышки с завистью и тоской Ведь это красочное и разнообразное буйство жизни Не имело ко мне совершенно никакого отношения Я чувствовала себя подавленной и несчастной Моя жизнь была абсолютно бессмысленна и пуста У заливающегося в песне дрозда, у ползущей по земле улитки, у цветущего куста жимолости было какое-то тайное предназначение У меня же не было никакого Настало время обеда Офисные работники начали потихоньку тонкой струйкой вытекать из огромных сверкающих зданий Высокие женщины на тонких каблуках с развивающимися по ветру волосами Придерживая дорогие сумки засеменили в соседние ресторанчики Я взглянула на свой бутерброд с дешевой колбасой и проводила их завистливым взглядом Они принадлежали этому миру, блестящему, богатому, успешному Они то и дело отвечали на звонки, в то время как мой телефон молчал по несколько дней Они решали сложные глобальные вопросы, в то время как я думала как бы мне убить оставшееся время с минимальными потерями Они ворочали огромными суммами, управляли вкладами, отслеживали тенденции на рынках В то время как я с тоской размышляла где бы мне разжиться парой сотен, чтобы хоть как-то дотянуть до конца месяца Они были частью этого большого механизма, а я не подходила даже на роль мельчайшего винтика Они продавали за большие деньги свои знания, умения и потенциал роста Мне же продавать было нечего, кроме тела сомнительной привлекательности Вдруг зазвонил телефон У меня? Я вздрогнула от неожиданности Кому могло прийти в голову искать меня? Работа есть Я сразу узнала хриплый голос блондинки из бюро по трудоустройству и впервые обрадовалась, услышав ее Но тяжелая, не потянешь Потяну, пообещала я Неужели? Что она предложит на этот раз? Модель? Нет, для модели я тяжеловата Телеведущая? Нет, кажется, картавлю «Сиделка», — сказала блондинка Я тут же представила ее длинные ногти, которые равнодушно барабанят по клавишам, пока она беседует со мной по телефону «Женщина, старая, плохо слышит, плохо ходит, ищет сиделку, три уже отказались, пойдешь?» «Пойду», — ответила я и тоскливо вздохнула Глава вторая На следующий день я отправилась на работу Дверь мне открыл высокий мужчина средних лет, лысый, худощавый, с несколько брезгливым выражением лица «Вы из агентства?» — спросил он, окинув меня оценивающим взглядом «Да», — ответила я на иврите «По-русски говорите?» «Да», — ответила я «Это хорошо» Мужчина буравил меня взглядом маленьких умных глаз «Я должен вас предупредить», — сказал он хриплым грубым голосом «Мама, человек тяжелый, с ней сложно ужиться, а вам придется видеться каждый день по много часов «Вы понимаете?» «Понимаю» Он продолжал изучать меня «Невысокая, коренастая, я никогда не блистала красотой, и если раньше спасала очарование юности, то теперь и оно стало меня покидать» «Не думаю, что вы понимаете», — сказал мужчина «Я съежилась под его тяжелым, пытливым, недовольным взглядом «Мне нужна работа», — он промолчал «Присядь здесь», — указал он на стул возле круглого столика, покрытого клеенкой «Я осмотрелась» «Это была маленькая квартирка, опрятная, но несколько запущенная, стены и потолки давно не белены, а в углах заметны следы плесени, окна чистые, но рамы в некоторых местах расколоты» «На полу кое-где виднелись трещины, на стенах потёки» «В единственной вазе, стоявшей на небольшом полированном столе, давно засохшие цветы, на выцветшем то ли розовом, то ли фиолетовом диване, пыльные подушки» «Это она?» — послышался старческий голос «Мама, ты только не волнуйся» Я встала Из тёмной глубины коридора медленно выползала старуха Опираясь на ходунки, она с трудом двигалась по направлению ко мне В комнате было жарко, но кондиционер не включали Старуха, одетая в лёгкие халаты тёплые тапки, согнувшись над ходунками еле-еле передвигала ногами, при этом не забывая недобро поглядывать на меня Наконец она доплелась до стола и плюхнулась на стул, где я только что сидела «Но?» — она вопросительно посмотрела на меня «Здравствуйте» — я пыталась говорить как можно вежливей «Я Ева» «А мне какая разница?» — старуха сразу же поставила меня на место Удивительно, несмотря на дряхлость и немощность, глаза у неё были живые и умные Тёмные, глубоко посаженные, с сохранившимися ресницами, они смотрели внимательно, словно заглядывая в самое сердце «Что умеешь делать?» «Вообще-то в мои обязанности входит ухаживать за вами» — я попыталась встать в защитную позицию Она только усмехнулась Гулять я не буду, не в детском садике Хорошо Готовить мне не надо, я твою отраву есть не буду Хорошо Читать мне не надо, сама грамотная Понятно Телевизор я не смотрю, там сплошная дрянь Ясно Что тебе ясно? Что ты тут делать собираешься? Я была совершенно обескуражена Делать мне действительно было нечего Разве только окна мыть? Окна мыть? Старуха взглянула на меня вновь Окна, говоришь? Ну, бери тряпку и мой Всё это время мужчина, видимо, приходившийся старухе с сыном, недоверчиво и придирчиво глядел на меня Где ведро? Вода Я сейчас покажу Сказал он и повёл меня к чулану Спиной я чувствовала на себе старухин взгляд Да, у мамы характер сложный Сказал он, как будто оправдываясь Но ты привыкнешь Наверное Я Ева Решила я представиться Я Роман Ну что ты там копашишься? Послышался недовольный старухин голос Иду, иду Ответила я Я вернулась в комнату, где она сидела с ведром и тряпкой А у вас тут средства для чистки окон есть? Чего это? Старуха злобно взглянула на меня Ну, чтобы окна мыть, а то как тряпка это? Я растерянно взглянула на тряпку Вот, газету бери Предложила она Газета – самый лучший способ Мы так раньше всегда делали Мама Раньше газеты и кое-что другое делали Попытался вступить в разговор Роман Ну и что, что жопы подтирали? Зато больных не было Все здоровые Это вы теперь гнилые? То у вас аллергия, то пневмония, то родильная горячка Нет, это невыносимо Вздохнул Роман «У тебя есть нормальные чистящие средства?» «Нету ничего» Огрызнулась старуха и обиженно отвернулась «Ладно, я сейчас сбегаю в магазин» Сказал он, обращаясь ко мне и вышел из дома В тот день я перемыла все окна, надраила полы и вытерла пыль Таким образом я убила три часа, отведенные мне по расписанию По окончании первого рабочего дня, я толком еще не понимая куда попала, вернулась домой Мы жили с мамой в крошечной квартирке в районе городских трущоб В нашем распоряжении были две маленькие комнатки, которые мы поделили не совсем честно В одной был зал, а также столовая, гостиная и моя комната, а другая полностью и безраздельно принадлежала матери Кухней нам служил маленький закуток со столешницей, покрытой мрамором, на которой стояли электрическая плитка, чайник и тостер Рядом примастились крохотный холодильник с двумя полками и совсем маленький столик, за которым с трудом умещались двое взрослых людей В метре от кухни находились туалет, душевая кабина и стиральная машина Большим преимуществом нашей квартиры перед другими был крошечный балкон, на котором в хорошие вечера можно было сидеть и смотреть на звезды, чего мы, по правде говоря, никогда не делали Еще на балконе я развела палисадник и каждый раз рисковала жизнью, осторожно ступая по наполовину с гнившим деревянным половицам, чтобы полить растения А недавно в нашем доме был праздник, мы купили кондиционер, правда платить за него придется ближайшие два года, да и электричество резко подскочило в цене Но зато теперь мы не изнываем от духоты и не обливаемся потом в любое время суток, даже ночью Дом, в котором мы жили, был зажат между другими зданиями, так что свежий воздух здесь никогда не задерживался А если и заглядывал ненадолго, то тут же словно в ужасе спешил покинуть наше тесное помещение Но если с воздухом была напряженка, то с криками, воплями и всевозможными шумами — полный порядок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!